Сейчас мы перейдем к другой системе, это качели с равными длинными плечами. Ага, многие подумали, да, вот именно о таких качелях, потому что на таких качелях, согласитесь, качаться, кататься, это, кстати, намного приятнее и интереснее, чем вот на тех детского сада. На этих качелях можно качаться одному. Там обязательно вдвоем, да, или там ребеночка посадили, а мама с другой стороны, так сказать, вот туда, вверх-вниз, если он один, ему нет, товарищей. А вот на этих качелях, смотрите, заскочили, и можно очень долго. Постоянно туда-сюда потенциальная энергия переходит в кинетическую, вверх-вниз. Вот такие качели. Ну, конечно, здесь тоже есть ограничения на массу маятника, потому что веревка, так сказать, имеет какие-то ограничения, может порваться и так далее. Хорошо, а теперь я хочу предложить вам рассмотреть другие качели. Вот здесь мы качаемся по окружности, проходим в дугу окружности. А представим себе, что мы вознамерились, мечта такая у нас, качаться вдоль вертикально. Ну, мало ли что бывает. Вот так ведь малых детей катают в зитке, да, в колыбельке. А представим себе, что комната очень маленькая, с левой стены, с правой стены, вот вверх-вниз будем качать. Вот я сейчас покажу, как можно такие качели устроить. Как можно такие качели устроить. Давайте посмотрим вот на этот чертеж. Здесь я изобразил два колодца. Первый колодец журавель. Это простой механизм, о нем тоже можно рассказать много интересного, но я сейчас не буду, желающие могут прочитать в журнале «Квант» номер один за этот год. Там некоторые особенности использования такого механизма описаны. Наверное, немногие из вас черпали воду с помощью такого колодца. Интересно, кто работал с таким? Вот есть, хорошо. Значит, опыт у вас есть. Здесь есть противовес. И вот сначала мы этот противовес поднимаем вверх, совершаем работу. Этот механизм запасает потенциальную энергию, и потом, когда ведро опустится в колодец, мы зачеркнули воды, вот этот противовес помогает нам поднять ведро из воды. Дело в том, что тем самым мы меняем направление действия силы. Скажите, вот если мы хотим опустить ведро или вот шест, нам этот шест как легче, поднимать вверх или опускать ввиз? Конечно, опускать ввиз, потому что мы словно подтягиваемся на нем, и, собственно, вес опускаем вниз. Вот, поэтому мы легко его опускаем. А когда мы зачеркнули ведро воды, этот груз почти что уравновешивает ведро, и мы легким движением руки поднимаем вот это. Ну, хорошо, сейчас речь пойдет о другом колодце. Вот колодец, который можно назвать ворот. Значит, устроено очень просто. Точка О-центр, здесь обычный такой вот цилиндр, ну, попросту говоря, это бревно, часть бревна, намотан цепь или веревка, а здесь рычаг, который вращает этот. У меня есть модель такого колодца. Я сейчас вам ее покажу, и мы посмотрим, какая здесь механика и какая математика. Вот, простой очень механизм, безусловно, катушка, нитки, это ворот, вот, велерка, а это вот рычаг. Если я его буду поворачивать, вот так, то будет опускаться, а в другую сторону будет подниматься. И вот теперь те самые качели. Смотрите. Ворот вращается по окружности. С этим рычагом. А вот эта емкость, ну, будем говорить, что ведро, перемещается по вертикали. Значит, можно вот для развлечения использовать такую, как качели. Теперь следующий вопрос. Представим себе, что вот на эти качели, ну, один мальчик, потом постарше, потом два мальчика, тоже захотели покататься. Что будет происходить при этом, если мы нагрузку вот с этой стороны будем увеличивать? Ну, вот, они немножко опусятся. Да, веревка будет натянута сильнее. Но качаться можно будет? Да. Так, давайте. Так, можно будет качаться. Так, а вот скажите, можно безгранично увеличивать вес? Нет. И какое же предельное положение здесь вы можете сказать, предвидеть? До каких пор? Пока рычаг 90 градусов не перебудет. Когда рычаг? Нет. Больше 90 градусов не будет. Совершенно верно. Вы правильно сказали, правильно чувствуете. Значит, вот рычаг играет роль противовеса. Роль противовеса. Когда мы увеличиваем вес груза, сила, действующая на ворот, увеличивается. Скажите, плечо этой силы меняется или нет? Да. Плечо нет. Плечо не меняется, потому что величина плеча – это радиус этого ворота. Что такое плечо силы? Это кратчайшее расстояние от точки вращения до прямой углы, на которой действует сила. Значит, вот здесь как раз прямой угол. Значит, это плечо постоянное. При увеличении нагрузки момент силы растет. Момент силы растет. Положение рычага или ворота может быть разным. Пусть угол отклонения рычага от горизонтали равен альфа. И масса у тебя буквы М. Скажите, чему равно плечо силы тяжести точки М? Значит, сила тяжести М, Ж. А плечо? Так, пусть длина рычага Л. Л на косинус альфа. Совершенно верно. Надо увидеть катер в прямоугольном треугольном. Значит, плечо это Л на косинус альфа. Здесь масса М малая. И тогда условие равновесия этой системы, это условие равенства моментов сил. Значит, здесь сила тяжести М, Ж на Р. Справа М, Ж, Л на косинус альфа. Так, а теперь следующий интересный момент. Тоже, может быть, вы вспомните его. Подходите к такому колодцу и начинаете опускать ведро вниз. Значит, сделали оборот. Ведро опустилось. Еще оборот, еще опустилось. Кто помнит? Вам постоянно надо будет вот вращать? Нет, в какой-то момент он так нечет. О, интересно. Вот смотрите, вот он сказал, в какой-то момент. Вот это как раз, вот слово момент здесь как раз очень кстати. Я в последнем номере журнала Кванк прочитал замечательную статью о моментах. Написал профессор Московского физико-технического института Альберт Леонидович Стасенко. Он очень много пишет в Кванте. И вот последняя его статья о моментах. И вот он говорит, момент, такое удивительное слово. Значит, в литературе там используется как-то, вспоминается часто в разных ситуациях счастливые моменты и так далее. И вот сколько разных моментов физики. И вот, да, в какой-то момент что-то произойдет. Вот интересное наблюдение. Я это тоже прекрасно помню. Когда вот подходишь, сначала крутишь-хрустишь, а потом вдруг ни с того ни с сего ведро само поехало вниз. И надо его даже вот тормозить, вот этот вот ворот, надо ладошки прислонить, потому что очень сильно начинает крутиться. Может просто так сказать, сердце. Так вот, скажите, почему начиная с некоторого момента времени этот ворот начинает вращаться сам по себе? Совершенно верно. Обычно эта веревка, это довольно плотный материал, какой-то канат, или может быть даже цепь железная. Значит, по мере опускания ведра вниз, мы будем увеличивать силу тяжести. Значит, вот эта вот масса, она будет переменная. Она будет переменной. Точнее, можно сказать так. Если m это масса ведра, она постоянная, но когда мы опускаем веревку все больше и больше, она тоже имеет вес, значит, добавляется вот к этой массе еще, надо писать не просто массу ведра, а еще надо писать массу веревки. Веревка зависит от плотности материала, значит, и зависит от длины. Значит, если у нас ворот повернулся на угол альфа, то смоталась, спустилась вниз веревка какой длины? r альфа, но альфа в радианах. r альфа, если в радианах, совершенно верно. Если мы рассмотрим длину дуги альфа в радианах, разум r, надо добавлять еще плюс r альфа. r альфа, и тогда условие равновесия у нас уточняется. Уточняется. m плюс ρ альфа, на g мы здесь сократим, r равняется ml косинус альфа. Это условие равновесия. Давайте посмотрим. Что тут будет происходить по мере изменения параметра альфа? Будут здесь корни у этого уравнения? Не будут ли корни у этого уравнения? Давайте это сейчас выясним. Прежде давайте обсудим, сколько положений равновесия есть в этой системе. 2. Значит, угол альфа может быть положительным и может быть отрицательным. Посмотрите вот на эту картину. Она симметрична. Если рычаг отклонен на угол альфа по часовой стрелке и против часовой стрелки, то плечо этой силы, сила тяжести одно и то же. Значит, два положения равновесия. Вопросы. Какое из них устойчиво, какое неустойчиво? Здесь и здесь рычаг. Я их вам могу показать. Можно, конечно, из эксперимента найти ответ на этот вопрос. Это... Так, надо грузиться побольше. Нижний. Так, сейчас попробую. Но я уже сказал попробую, и поэтому вы, наверное, уже догадались, что это положение... Да, менее устойчиво. Неустойчиво. Оно существует, в принципе, но неустойчиво. Потому что... Видите? Вот, пошла какая-то строка. Давайте выясним, почему верхнее положение равновесия неустойчиво. Положение равновесия называют устойчивыми или неустойчивыми в зависимости от того, возвращается ли система при отклонении в исходное положение. Вот это положение шарика неустойчиво, потому что отклонив его, мы неизбежно получим скатывающую силу. В котором... Вот это положение устойчиво, отклонив его, мы получим скатывающую силу, направленную к исходному положению равновесия. Вообразим, что мы систему из верхнего положения равновесия немножко отклонили. Момент левой силы останется практически неизменным. А что будет происходить вот с этим? Момент. Момент на правой силе. Если мы отклоним по часовой стрелке немножко, момент силы увеличится или уменьшится? Увеличится. Увеличится. Значит, появляется сила, которая этот угол уменьшает. Так, если мы отклоним против часовой стрелки, момент силы уменьшится? Уменьшится, потому что уменьшится плечо. Значит, появится сила, которая этот угол будет увеличивать. Значит, рычага от верхнего положения равновесия или вверх, или вниз появляется сила, которая это отклонение увеличивает. Планилия сюда. Вылежит и башню. Значит, из этого положения равновесия при движении вниз система перейдет в устойчивое положение равновесия. Почему это положение равновесия устойчиво? Посмотрите. Рычаг находится в нижнем положении равновесия. При увеличении отклонения от вертикали, момент силы увеличивается. Значит, появляется сила, возвращающая рычаг в исходное положение. Значит, есть два положения равновесия, верхнее неустойчивое, устойчивое. Что будет происходить с этими положениями равновесия, если мы будем увеличивать вот эту массу? Если масса увеличивается, или, скажем, когда мы опускаем ведро все ниже и ниже, увеличивая тем самым длину веревки или длину цепи. Кто может сказать, что будет происходить с этими положениями равновесия? Альфа будет равновесия. Ваше мнение? Кто-то сказал. Я не точно ничего не сказал. А, кто сказал? Скажите. Да? Совершенно верно. Они будут сближаться. Это плечо увеличивается. Этот момент, вернее, этот момент увеличивается. Значит, этот момент должен увеличиваться. За счет чего можно увеличиться? Момент, если здесь сила тяжести постоянная и длина постоянная, только за счет косинуса. Значит, косинус должен увеличиваться. А когда этот косинус увеличивается? Когда этот угол уменьшается? Значит, наступит вот как раз тот момент, когда сольются два положения равновесия. Когда наш рычаг будет удерживать вот этот груз, только оказавшись в горизонтальном положении. Только в горизонтальном положении. Это вот предельное положение. Дальше уже невозможно. И после этого пройдет катастрофа. Значит, уже после этого использовать эту систему как качели нельзя. И вот эту катастрофу действительно мы постоянно наблюдаем. Вот когда опускаем... Ну, мы-то не постоянно... Еще когда на рыбалке там такая улыбка есть, там грузины, кидаются. Иногда тоже слишком сильно выматываются, чтобы там... Ну, да, это надо посмотреть, какой там механизм интересный. Еще покажу одно устройство. Кто... Те из вас, кто поленится устраивать вот такой вот ворот, ну, тут нужно катушку найти пустую, потом проволоку как-то укрепить и так далее, могут дома использовать для демонстрации дефекта совсем простой устройство. Вот это шток. Вот смотрите. Как раз вот эти вот рычаги у нас. Ворот здесь скрыт. В качестве ворота выступают две шестеренки, они вот там вот внутри. А вот шток, вот этот вот вертикальный шток, он играет роль нити. Играет роль нити. Вот это устойчивое положение равновесия. Устойчивое, это значит то положение, которое сохраняется неизменным при каких-то, так сказать, внешних возмущениях. Вот тряска какая-то, случайные толчки и так далее. Всегда вот чуть-чуть отклоняется, но возвращается. Вот начнем опять семонстрировать здесь явление эффекта. Здесь уже понадобится нам груз побольше. Ну вот я гелиха у меня, то я вот, видите, поместил пассатижи. Эта сила увеличилась, значит, автонемия увеличилась. Но все равно система вот находится в устойчивом положении равновесия. Если этот груз увеличивать, вот я, вот еще удерживается, а потом, все, никаких колебаний уже невозможно. Спасибо.